Литературная гостиная 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 А в последние годы я пишу хоррор. Начинаю с двух мощных выбросов, не повеящее слово, ложную скромность отставим. Два мощных выброса, два романа «Жесть» и «Как закаляла жизнь». После этих романов меня любители ужасов заметили. Я и до того спорадически писал ужастики, а вот после этих романов стал именно автором ужасов. И после этих романов как так получалось, что ужастики в основном описал. Но не в основном, а только их описал. В чем суть вообще феномена хоррора? Чем отличается от основной массы художественной литературы? Во-первых, это направление художественной литературы. Я на это настаиваю, хотя толстые критики и худосочные эстеты считают, что это не литература, не фантастика, не хоррор. И когда им попадается книга с очевидными атрибутами фантастики или хоррора, они говорят, да нет, да боже мой, что, какая фантастика, какой хоррор? Это литература. Так вот, это направление литературы, хоррор, направление литературы. Я воспринимаю это так. Это проза, которая обладает какими-то характеристиками. Поэтому говорить о каком-то специальном феномене я бы не стал. Феномен это, что такое феномен? Когда какое-то направление вдруг вырывается среди других вперед, в смысле читательского интереса, например. Вот это феномен, да. Это феномен книжек про Гарри Поттера. Ну, очевидный феномен. 50 оттенков серого сейчас. Женская такая, мягкая пармуха. А до этого правоампирская сага «Сумерки». Это феномен, феномен. Нет никаких предпосылок, не было никаких предпосылок, ни с одним, ни с другим, ни с третьим вот этими названными позициями, чтобы они получили такое внимание публике. Потому что до них было очень много похожих. А это вдруг стало популярным. Вот феномен. А у хоррора нет феномена. Особенности, конечно, есть в этом направлении. Я об этом много думал, и вообще об этом можно много говорить, но боюсь, что это будет скучно. Я результат скажу с своих размышлений. Если у фантастики, у дамской прозы, у эротической прозы можно четко определить их атрибуты и отклассифицировать. Вот это фантастика по формальным признакам. А вот это дамская проза. Опять же, по формальным признакам. То с ужасами это не прокатит. Ужасы так просто не проклассифицировать. Они не классифицируются. Очень много произведений, которые обладают формальным признаками казалось бы ужастика. У них есть вампиры, например. Вот сумерки. Это же вампиры, но это никакие не умы. Вампиры, оборотни. Вампиры, оборотни, зомби. Триады, тряады. Ну я бы еще сюда людоеды добавил. Вот классическая тетрада этих персонажей ужасных. Вампиры, оборотни, зомби, людоеды. Так вот, полно произведений, в которых присутствует то или иное. Тот или иной персонаж, но это никаким образом не ужастик. С другой стороны, много произведений, в которых нет формальных признаков ужастика. Нет. А это любой нормальный человек прочитает и скажет. Это ужа, это ужастик, это хоррор. И вот мой вывод из этой ситуации такой. Уникальность этого направления. А уникальность есть все-таки. В том, что хоррор это или не хоррор определяется неформальными признаками. А общепринятым, общепризнанным мнением в отношении того или другого произведения. Вот только так и можно. Вот какое-то количество читателей прочитало произведение, назвало его хоррором. Значит, это хоррор. Прочитали это произведение, сказали, что это не хоррор. То есть это статистическая характеристика хоррора. Хоррор это статистическая характеристика направления. Вот я другого способа атласифицировать хоррор не вижу. За долгие годы наблюдения за литературой ужасов, в том числе, я не вижу другого способа атласифицировать хоррор, кроме как просто принять читательское мнение, в которое входит мнение писателей и критиков, которые, конечно, тоже читатели. Я стою на том, что литература ужасов, она не пугает, конечно. Она просто развлекает, как и любая другая литература. Просто таким специфическим способом. Я писал в интервью, да, вам же, по-моему, тебе же, по-моему. Да, в мире фантастики было такое. Что если какое-то художественное произведение человека пугает, по-настоящему пугает, да не будет он его, он бросит тут же. Тут же бросит его потреблять, читать, смотреть. Очень нехарактерно, Сидорович, на обсуждение моего как раз недавнего, на недавнем поиске, сказал, что прочитал две страницы и бросил. Не потому что не понравилось, а потому что там убивали детей. На второй же странице уже некомфортно, подробно убивали ребенка, а ему это стало крайне неприятно. Он бросил читать. Некомфортно. Да, некомфортно стало. Ну, некомфортно человек себя чувствует не только, когда он сталкивается с чем-то страшным, пугающим, отвратительным, но и когда он сталкивается просто с чем-то чужим, чужим, неинтересным, меняющим его представление о мире. То есть, может быть, это тоже какой-то признак литературы ужаса? Все-таки мы же говорим о направлении, наверное, нет. Вот взять военную прозу. Меня она пугает гораздо больше, чем любое произведение ужаса. Меня вообще произведения в жанре ужаса не пугают ни кино, ни литературу, ни картины не пугают. Зато произведения о войне, они меня сильно пугают, потому что очень легко переносятся на свою жизнь. Абсолютно согласен. Но это же не «ди смотри», да, но это просто невозможно посмотреть. Я бы так, кстати, ни разу до конца не досмотрел. Я, по-моему, ломался все время на яме с расстрелянными. А в чем отличие, скажем так, русского хоррора, если он вообще существует, от хоррора вообще, от хоррора европейского, от хоррора американского? Есть такое отличие? Есть ли вообще это явление? Ну, русский хоррор? Хоррор возродился, как явление литературы, не у нас. И традиции все были наработаны не у нас. Но у нас очень сильны традиции просто литературы хорошей. И думаю, что наш хоррор лежит на поверхности, отличается от тем, что он уходит от москульта. Хороший хоррор уходит от москульта вне формата. Если на Западе, наоборот, или на Востоке, в Японии, сейчас все очень востребовано. Да и было востребовано. И свои традиции, кстати, тоже. Если на Западе и на Востоке, там традиция доминирует в литературе ужасов. И автор, если он умеет писать хорошо, он сделает эту литературу. И не умеет, получит просто банальный ужастик на одно прочтение, на неизыскательный пункт. То наши авторы, есть и такие, недавно сравнительно у нас зародилось вот такое отношение к хорру, что это литература для неизыскательной публики зародилась среди именно авторов. И издатели подхватили, и в Оксмо прошла серия, сейчас даже две серии таких ужастиков идет, которые я, прошу прощения, перед парой знакомых авторов, я все-таки читать не буду. Один автор с Варго, а второй? Второй серия Нерв, по-моему, называется. Там разные авторы стали печалиться. В связи с таким локальным успехом проекта Варго, но это же всем известно, что это несуществующий человек. Хаосный, который поступает, ряд... Ну, несколько подписателей, да. И я подозреваю, что создатели этой серии намеренно брали авторов, которые не ставят перед собой литературных задач и не имеют чисто литературных амбиций. Я так подозреваю. Хотя в душу к авторам не влезешь, конечно. Да, 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 да. Мы сами прочистим. Да, может быть, они и хотят, мечтают об уважении коллег, но, прямо скажу, с этим сложно будет. Сложно. Но это вот западный подход. А наш подход исконный, опасконный, я бы сказал. Это писатель литературы, все-таки, если она будет проходить еще и по формату хоррора, и если автор этого хотел, то вот ему будет бонус такой. Он написал хорошее театрное произведение, а это еще и читается любителями хоррора. Опять же, наблюдая за той же западной литературой, хотя мало читая западных авторов хоррора, у меня вообще хоррор, честно говоря, как читателя, не интересует. Ну, как же сейчас Стивен Кинг. Вот, 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 вот хочу сказать. Стивен Кинг – это исключение. Он пишет ведь прежде всего о людях. У него атрибуты хоррора стоят на втором, а то и на третьем месте. Он пишет о людях, о своем мире, который его окружают. То есть это еще и социальные вещи, серьезная очень. Такая социальная литература. Ну и хоррор в том числе, конечно. Но хоррор не на первом месте точный. Я думаю, даже на третьем, а не на втором. Социальная литература – это крупноамериканский писатель, который пишет о Соединенных Штатах. Пишет очень хорошо. Но для того, чтобы книги покупали, возможно, он, может быть, как раз холодно и расчетливо это делать. А может, ему самому интересно в том числе. Так вот, Кинг продолжает традиции русской литературы в этом смысле. Он белый ворон на западном рынке хоррора. И то, что он стал популярным, ну, это просто звезда над ним горела. Судьба, наверное, такая была. К вопросу об атрибутах. Какие из персонажей, ну, вот таких классических персонажей хоррора, ну, могут себя, что ли, наиболее уютно чувствовать на российской земле? Кому здесь лучше, привольно весело живется на Руси? Ну, во-первых, сразу отметем. Не наши персонажи. У нас очень любят пускать кровь в народе. Если судить по нашей истории, столько крови пущено и пролито, но не пьют ее, просто пускают. Ну, зомби. Да-да-да. Дальше, что у нас, призраки. Призраки. Классический английский персонаж, британский. Я сейчас сразу перебрал в голове, мне почему-то кажется, что у нас зомби очень себя должны чувствовать вольгодно, а главное, что они могут быть. Если где-то и могут быть зомби, то именно в России. Мне сразу вспомнился рассказ, кто звал меня. Да-да-да. Ну, собственно говоря, вполне себе зомби. Зомби-хор. Я так думал, что первый же зомби-хор, нет? Ну, в Советском Союзе что-то было? Вот я не могу вспомнить, когда писал Лазарчук свою мумию. Позже. 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 А, писал когда? Не знаю, когда. Напечатано позже. Напечатано позже. Что у нас еще? У нас достаточно много было, но правда, они всем в основном позже написаны. Мы не совсем зомби-хор. Шепетел точно позже. Мы не совсем же зомби-хор. Ну, Ленин там, козу показал, что это зомби-хор. Хорошо встал, пошел. Может, если кого-то убивает. Зомби-хор это красиво. Зомби-хор это все-таки когда-никогда не в мертвыхе. Мертвец просто так вот какие-то подает признаки жизни. Нет, а когда мертвец активно себя ведет. То есть, когда он с мячом бегает по Москве или Граду и шинкует в капусту, это зомби-хор. Мне кажется, да. Так вот, почему зомби? У нас в России, как мне кажется, такое странное отношение к своим мертвым. Двойственное. С одной стороны, мы своих мертвых очень любим. Долго помним, в отличие, кстати, от Европы. Где мертвых закопали, а через 20 лет на это же место захоронили другого человека, а через 20 лет еще другого. У них земли мало. У нас земли хватает для живых и для мертвых. И кладбища по России, в России сплошное кладбище. И народ наш мертвых помнит, причем помнит лучше, чем живых. Сколько таких случаев. Живой ты никто, а умер ты все. С одной стороны. С другой стороны, опять же, в отличие от западноевропейской, американской традиции, мы к своим мертвым не ходим. На могилы редко очень ходим. А у них там это целое, как воскресенье в церковь, так же и на кладбище сходить. К дедушке. У нас же привязано родительский день к определенным церковным праздникам. Ну, это ходит только... Я смотрю, только, в общем-то, церковленные люди. Такие действительно верующие, православные ходят. Да, вот на мои тещи ходят. А мы о мертвых помним, но не ходим. И получается такое сильное, как слово не подобрать, только какое-то иностранное нужно слово. Типа разбаланс или что-то такого. Любим, но не идем. И у мертвых контраст. Контраст вот такой-то, да. С одной стороны, мы их зовем, а с другой стороны, не идем. И они неупокойные там лежат, потому что мы к ним не ходим. Казалось бы, забыли. Забыли. Вот им надо встать и прийти к нам. А с другой стороны, мы же их любим. Мертвых очень любим. То есть есть стимул идти. Так что где, как ни в России, кладбища встанут, могут в какой-то момент встать и пойти. Ну, это будет уже не трэш, это будет что-то такое очень доброе, светлое, милое. Да, 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 кстати, будут... В стиле Дима Мёртона. Может быть, да, да. В единении живых и мертвых. Или в стиле пикника на обочине. Мёртвый встал, пришёл и сидит. Уборотни вроде бы тоже могли бы у нас. У нас такие пространства, как в России, особенно сейчас, брошенные. Плюс вот эта вот звериная жестокость, которая в каждом человеке сидит, а в русском периодически прорывается. Ну, в каждом прорывается. Я бы ещё, я вот называл, я бы ещё людоидов сюда. У нас очень развито людоидство. Вот как нигде просто, если понимать, это широко. Мы жрём друг друга пока живо. Просто страшно и больно смотреть. Я об этом много, кстати, пишу. Это аллегорично, конечно. Вот оман, как закалялась жесть, там надоест в чистом виде. Но, с другой стороны, я это понимаю как аллегорию по социальному. Понятно. Опять чего-то на грустное потянуло. Давайте к... Мы же о хорре говорили. О хорре говорили. Мы начали с хорре. А сейчас мы уже ушли достаточно далеко. Ещё одна тема, тоже, в общем, не очень весёлая. Хотелось бы услышать ваше мнение как от автора, пишущего, в том числе, и рассказы, написавшего довольно много и весьма качественных. А сейчас, в конце 2012 года, произошла довольно печальная, сложилась печальная ситуация, когда закрылось разум два журнала фантастики. То есть журнал «Если» и журнал «Полнин». Первый номер «Полнин» за 2013 год, он же последний. Если абстрагироваться от того, что за журналом «Полнин» стоял такой великий человек, великий писатель, как Борис Натанович Тругацкий, просто печально большинству любителей фантастики, что у нас в России больше не осталось журналов фантастики, ну, собственно, профильных. Но при этом я специально посмотрел, вот сейчас вывесили номинционный список произведений, номинирующихся на премию «Рускон». В 2012 году, согласно этому номинционному списку, вышло более 900 повестей рассказов, впервые изданных на русском языке, русскоязычных авторов. То, что печаталось в журнале «Полнин» и журнале «Если», составляло каплю в море. Сколько процентов? Ну, процентов, наверное, 10-15, не больше. Все остальное печаталось либо в онтологиях, либо в каких-то других журналах. Откуда вот такая печаль, откуда такой поток слез по поводу закрытия журналов? Опять же говорю, абстрагируясь от печальных обстоятельств, в которых эти журналы закрылись. Это был самый естественный и простой способ печатать малую форму. Особо не напрягаясь, не заморачиваясь. Вот я писал какую-то небольшую вещь, я знал, что первое, куда я ее отдам, это журнал «Полнин». И голова у меня о публикации не болела. И с большой вероятностью я знал, что ее возьмут. Хотя две вещи Стругацкий там не брал. Они проходили очень тяжело, а она вообще не прошла. Поезд «Искусство кончать молча» Стругацкий попросил сделать легкий, облегчить вариант. То есть вышел в итоге облегченный вариант? Ну, чуть-чуть облегченный по словам, по фразам я убирал. Он назвал ее неприличной, непристойной, даже похуденной. И попросил, чтобы я это как-то сгладил. Причем без гарантии того, что возьмет. Я сгладил, отдал ему. А потом внезапно мне пришло, я и думать забыл, у меня голова об этом болела, об этой повести. Душа болела. Где напечатать не знал. Совершенно неформатная вещь. Надеялся на полдень, вдруг Стругацкий не взял. Ну, а причемный вариант он, слава Богу, взял. Все-таки. А вторую вещь не взял категорически. Это то, что мы обсуждали на семинаре. Это повесть про необычного маньяка по плечике Читатила. Читатила он не взял категорически. Сказал, это отвратительно и тошнотворно. Ну, примерно... Это за репутация журнала. Это за репутация журнала. Это за репутация журнала. Это за репутация журнала. Темное бедно. Ну, тем не менее. Но другие вещи печатались. В полдень Стругацкий брал их. В общем, легко я был, слава Богу, тогда для одних из тех авторов, которых Стругацкий брал. Ну, там много молодых авторов печатались. Много молодых. То есть, с моей подачи. Я, кстати говоря, это к теме не относится, но я же у истоков, можно сказать, полный стоял, как, ну, конечно, как организатор, но как член актива. И у меня всегда было право посылать главному шефу, ну, то есть, Бээну, произведение, минуя... А, я и сам чичиком-то был. Как на «Самотеке» и дали, да. У меня чича больше русское. Как и Жириновскому. Да. В общем, я сам сидел на «Самотеке» довольно, довольно долго. И горжусь, что у нескольких авторов я, как сказать, вытащил оттуда. И, может быть, это были важные очень для них публикации. Даже могу назвать таких авторов, как Александр Севинский. Прекрасный автор. Я вытащил его в поясе «Самотеке» и отдал Сругацкому. То же самое Мария Галина тогда, ведь она совсем неизвестно, не печаталась. Она мне попадала. Мы несколько ее... То есть, она через «Самотеке»? Она через меня прошла. А. Она об этом не знает, кстати говоря. Ну, я надеюсь, узнает. Она прошла через меня, и ее произведения, я не помню сейчас эти рассказывают, я вытащил, я не знал Марию Галину. Но на эти произведения выделялись, они профессионализмом выделялись, и я отправлял их в Стругацкому, Стругацкий и печатал. О. Санчеса я вытащил, и стрелы Парфянские, помню, до сих пор, но он не знает, эту повестушку. Не понимаю, рассказ большой, не знаю. Поиск. Поиск, да. Поиск, да. Поиск, да. Поиск, фрагмент из романа, что-то такое. Ну, в общем, я это вытащил, и отдал Стругацкому, Стругацкий и печатал. Ну, еще какие-то авторы были. И, короче говоря, причастен я к, в какой-то мере, полню, и у меня до какого-то времени не было ошибок. Все, что я давал Стругацкому, он брал в итоге. Были два случая, когда он долго, очень тянул, год, и все-таки произведение выходило. Это такой рассказ Верлека Ольги Дорофеевой. Мне очень понравился на одном из конкурсов ужасов, куда меня жюри пригласили. А меня беспрежимно в члены жюри приглашают. А я туда иду, потому что вот был полдень, и я рассчитывал за так, в уме держал возможность найти хороший рассказ для того же БН послать. И на конкурсе несколько раз вот так я делал. Нашел рассказ Верлека, отправил ее Стругацкому год, напечатал, потом напечатал. Тихонова, очень хороший автор, сейчас он растет, растет очень быстро. Опять же, на конкурсе я обратил на нее внимание, предложил ему и он Стругацкому напечатал в полдня через долгий промежуток времени, долго не печатал. Но напечатал в конце концов. То есть получается, что журнал это фактически самый естественный, самый прямой канал для публикации и зрелых авторов, и дигналов. Да, это мы вернусь сначала, а я не докончил эту историю. Я немножко похвастался тем, что я не ошибался в отношении вкусов, Тругацкому. Изучил, я знал заранее, вот это он возьмет, понравится. Мне и нравится, вот мне и не нравится, а ему понравится. Я же не посылал ему по принципу мне нравится. Я посылал ему принципа возьмет. И два серьезных прокола. Один серьезный прокол это в результате оказался своими собственными произведениями. То есть он не взял мои произведения, чужие, которые я послал, это, по-моему, курьез. Ну, бывает и не такое. Так вот, возвращаясь к вопросу, естественный способ печататься, это профильный журнал фантастики, их было два, и обоих вдруг не стало. Остались непрофильные журналы, а периодика, которые ориентированы все-таки на жанровую, ну, фантастическую фантастику, на антуражную. Ну, почему же, например, или на научную журналу. Журнал «Сноп», который печатает вполне себе фантастические рассказы, он не... Я не знаю, как проникнуть, как можно проникнуть в журнал «Снопа». Получить приглашение. Да, вот только... Здорово мне, Людмила Петрушевская, и... Это тоже не наш, это не наш путь. К сожалению большому. Я был бы счастлив, что хотел попробовать туда отдать вот этот «Снопа». Но кто меня там будет серьезно воспринять, кто там будет читать? Я же фантаст, со шлейфом книг, изданных в Оксмо и в Айсдене. Это большая беда, на самом деле. Я же не могу в резюме написать, что я издавался в Оксмо и в Айсдене. Лучше вообще ничего не писать, правда? Я надеюсь, что сейчас все-таки осталось без журнала довольно много народу, которые постоянно читали самую малую и среднюю прозу именно в профильной периодике. Может быть, у полдня все-таки появится. Шансы? Нет, не шанс, я имею ввиду, тут деньги дают, как он называется? Спонсор. Спонсор дает деньги, да. Инвестор появится, может быть, все-таки появится. Какое-то крупное издание возьмет под крыло, сохранив редакцию, которая, в общем, работала как машина, очень хорошо работала. Но сейчас, к сожалению, нет Бориса Натановича. Это важнейшая часть этой машины. Да, важнейшая часть. Вывеска была разбита, к сожалению. Да не только вывеска, он же и решение принимал. Ну да. Выяснили, в том числе решение. А что, это было неизвестно? Многие авторы считают до сих пор, что в Сургаске это было именно вывеска, не более чем. Романницкий, ответственный секретарь Полдня, по-моему, мозоль себе на языке натер. Я видел эту мозоль, она здоровенная, она уже довольно не кровоточит, она уже окостенела, коротко покрылась. Так вот он мозоль себе на терном языке, объясняя всем авторам, что редколлегия к решениям не имеет никакого отношения, принимает единоличность в Сургаске. Только отрицательный, может быть, ответ, когда на уровне читчика, ридера. И то есть способ обойти ридера, послать произведения членов Совета, например, мне. Если я посчитаю возможным, я пошлю с Сургаском в обход, что я и делал часто. И некоторые авторы проникали, проходили таким образом, то есть им отказывали на самотеке, автор попадал на меня, я послал Сургаскому, и Сургаски печатал. Таких несколько случаев было, которые меня возмущали в свое время. Вот почему неназываемый читчик, думаю, отказал? Почему? Я не понимал, почему отказал. Я хотел сказать о количестве малой прозы, которая заявлена на раскон. 900 слышали позиции. Помимо того, что это журналы, которые помогали печатать, давали возможность пить площадок первых, куда посылать, это туда. Если не взяли, уже потом думать. Какое-то спокойствие у авторов было. И я еще не сказал, еще важно, что эти два журнала, они печатали литературой фантастику. Фантастику, которая пишется сначала как литература, а только потом как фантастику. Оба журнала. Ползли в большей степени, если в меньшей степени, но все-таки был шанс. И хорошие авторы, хорошие авторы литераторы печатались и там, и там. То есть сейчас с этим серьезные проблемы. Куда давать литературу, куда давать неформаты? В толстые журналы. В толстые журналы. Огромная очередь, да. И опять же за нами мы фантасты, за нами шлейф фантастических книг, кто нас там будет серьезно воспринимать. И еще очень важный момент, я хотел сказать. Эти журналы платили гонорар оба. И есть ли и ползли. Что очень ценно и очень важно. Думаю, что подавляющее большинство произведений, которые заявлены на Раскуне, вот эти сколько там? Димилеву слышно. Сколько там миллионов? Не миллионов. Ну, под тысячу, да. Думаю, что они напечатаны за дарма авторами. По большей части все-таки. Или за очень маленькие гоноры, совсем не серьезные. Ну, например, автору эта вещь не нравится, и он уговаривает издательство, просит. Или если автор имеет такую возможность, он просто ставит издательство перед фактом, что вот к моему роману прицепом пойдет вот этот рассказ, или вот эти два рассказа, или вот эта повестушка. Таким образом, в авторской книге, в которой идет паровоз, и везет паровоз, роман, там появляется и роман, или там появляется рассказ. Или поезд. Или поезд, да. Которая никаким образом на продажи, на гонорары не влияет. Это просто автор захотел себе напечатать. Думаю, что большая часть произведения, повторяю, на Расконе, она либо за очень смешные деньги напечатана, либо вообще без гонораров. А эти журналы, повторяю, позволили, получается, за то, что написал, деньги. И деньги реальные, то есть то, сколько этот самый стоил рассказ. То есть то, что это соценить труд. Ну, Ползин платил, скажем, не знаю, как кому, но он некоторым авторам, не меня, некоторым авторам воли Гланова, а у него свой фонд был, он платил больше, чем молодым авторам. Так вот, некоторые авторы получали до 200 долларов за автский лист. 6 тысяч рублей. Да, поменьше, ну, полторы, сколько там, 150 долларов. Конечно, если сравнивать с журналистикой, где платят по 1000-2000 за 1000 знаков, это очень небольшие деньги, но, тем не менее, для художественной литературы. Да, это нормально. Последний вопрос. Часто ли вы бываете на крупе и что вы тут покупаете? Может быть, какие-то истории забавные происходили, связанные с этим местом? Может быть, какие-то анекдоты вспомнятся? Ну, без ложной скромности. Я вообще в отношении себя скромность не приемлю. Я стоял, можно сказать, у истоков крупы, я все помню, как она начиналась. Помню, как здесь было раньше, помню изменения, которые происходили. Еще даже тогда, когда здесь не вся крупа была вода, а только этаж. Когда двора не было, когда во дворе не было, когда во дворе разгружали эти машины оптовые, приезжавшие из Москвы с книгами. Потом начинали с этих машин продавать прям. Романтическое было время. Мало того, я ведь... Было время, когда я ушел из института, я работал на мелкую книготорговую организацию, которая лоточники, которая имела несколько лотков. Не могу назвать даже человека. Если не надо, не назову. Ну, в принципе, почему бы не назвать? Андрей Головаев. Да, да, да. Известный в писательском мире, а в Питерском... И в книготорговом тоже. И вот я на него работал как водитель со своей машиной. У меня автомобиль, у него книги. Я приезжал сюда рано утром. Он здесь загружал, покупал популярные здания. Я их развозил потом на своей машине. И он торговал здесь же на лотке. Вот я здесь как на работу. Каждую субботу и воскресенье. А то на работу только в субботу и в воскресенье. А и пятницу, мне кажется. Я сюда приезжал. Каждую вот эту субботу и воскресенье. В пятую субботу и воскресенье я сюда приезжал. И длилось это, ну, год или, может быть, два. Я не могу точно сейчас сказать. Точно. И это было в самом начале, повторяю. И на моих глазах это все менялось. Так что крупа это мое место, которое пробуждает память о моей молодости. Я молодой еще тогда был. Да, первую свою книгу я получил не деньгами, а книгами. Эземпляром. Первую сольную книгу. Самая моя первая книга была в Саатурсе с Тюрином. Это «Клетка для больных». Она была издана в солидном издательстве детской литературы. Я получил деньги за нее. Экземпляры. Экземпляр получил много. С тридцатитысячного тиража я получил что-то семь или восемь процентов. Это очень много было в абсолютных числах, в цифрах. И я здесь продавал сам свои книги. Вот это было очень забавно. Вот еще забавный момент. Значит, мои же книги продавали с лотка Андрея Головой, для которого я возил тогда. Он мою книгу положил на лоток. И моя книга у него на лотке лежала. И вот он положил эту книгу на лоток. И в тот же день говорит, твою книгу купили. Первый покупатель. Первый покупатель, знаешь, кто говорит? Это Михаил Ахманов. Ну, правда, он заработал, но еще Ахманова не было. Ну, я раскрывал его. Я его всегда не раскрывать не буду. Мало. Да. Тоже было приятно. Вот пришел человек, купил мою книгу. Человек не оба кто. Не оба кто, да. Не то, что я ему подарил, купил. С нами сегодня был писатель Александр Щеголев. Напоминаю, что вы смотрели очередной выпуск передачи «Литературная гостиная». Наш подкаст выходит при поддержке Санкт-Петербургской книжной ярмарки до Камени Крупской. Ярмарка расположена по адресу проспекта Бургской барлы, дом 105, в 10 минуты ходьбы от метро Елизаровская. До новых встреч. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Бесконечное множество книг. Книжная ярмарка ДК Крупской. Едем за подарок.